Время 9 час. Но я утром уже встала, все открыла. И даже пересадила свою клубнику, которая была в парнике. Я подумала, ну хватит мучений для нее. Это ужасно. Нет. Во всех этих горшочках. То, что я пересаживала из горшочка вот туда. Видите, за это время успела вот таким кустиком стать. Да, тут не хватает немножечко. Возможно, кальция. Листики такие подсохли с краев. Но зато он вот разрастается и выглядит хорошо ягодки. А эти прям мучения для них было. Я прям горшочек так посадила. То есть ничего не повреждала. Горшочек взяла в землю, посадила. Поэтому для них минимум вообще никаких изменений. Кроме того, что они вот теперь будут тут. Надо было давно посадить, не мучить. Ну как давно? Еще не так давно тепло стало. Поэтому чего уж тут. Это вкус земляники. Вот такая земляничка. Эти кусты я не обработала еще. Ой, ну в смысле старые листья не убирала. Молоденькие листики все хорошенькие. Замечательные. А вот старые надо убрать. Убрать, чтобы там все это не гнило. Кабачки, те, что я успела вчера, когда начинался дождь воткнуть, а там под пленкой прям такая жара, там так тепло все было. Ну они прям вообще, да. Всю ночь шел дождь и гремел гром. Что-то там даже, может быть, мелькало. Я не знаю. Я знаю, что всю ночь что-то гремело. Тем не менее, все, что вот вчера вот посадили, оно сразу же начало и расти. Поэтому, как нельзя кстати. Как нельзя кстати. Все это высадили. Сейчас оно быстро пойдет. Всю эту неделю вот такая вот обещают такую погоду. Поэтому все быстро пойдет расти. Так. Тут у нас тоже лучок. Его бы тоже пропалывать надо бы. чтобы не зарос травой вот здесь лучок. Помидоры я открыла, конечно, утром. Что касается земли. Сейчас посмотрим, насколько она, насколько земля увлажнена. Посмотрим. Так у меня там мульча лежит. Ну вот. Давайте отсюда. Не пошли. Видите, корешочки уже. Вот там, где достает вода, везде корешочки есть. Где влажно, там и корни. Где влаги нет, там корней нет. Поэтому я стараюсь поливать в разных местах, чтобы корни были везде. Вот они, корешочки. Ну, вот земля хорошенькая, не переулажненная. Но это вот там. А давайте посмотрим теперь, вот здесь, где палец стоит. Как тут обстоят дела тоже с землей. Вот корни. Вот корешочек. Кокосовая мульча. И корни всегда наружу. Они ее воспринимают как землю. То есть, как травяную мульчу, так же наружу они. Но я бы не сказала, что земля сильно влажная. Так. Так, тут что у нас? Тоже, как видите, при увлажнении никакого нет. Все нормально. Земля хорошая, не приувлажнена. Не сухая, не мокрая. Нормальная, влажная. Хотя, вот если здесь смотреть, кажется, что вот она прям такая. Прям вот вообще тут сыра-сыра. Нет, на самом деле не сыра, как вы видите. Луж нет никаких. Нормальная увлажненная почва. Несчастненькие вы мои. Несчастненькие. Размер еще не набрали. А листьев уже нет. Ну, вот так вот. Ну, здесь вот лист сделает получше в этом смысле. Ну, размерчик-то набирают, набирают. Здесь растут, подрастают. Просто они еще верхние, вон, как видите, подрастают. Поэтому нижние, верхние. Перчики. Перчики начали активно расти, несмотря на все невзгоды. Ну, я их, вот на купоросикам-то, конечно, по листу прошлась. от всяких неприятностей, которые у них начались. Так же, как и с помидорами. Видите, что у них началось. Видно, да? Что у них началось. Все то же самое. Ну, вот. Можете наблюдать, что у них началось. Причем, обрабатывала с самого начала. Только, как только высадила, вот сразу. Ну, 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 ну. Ну, ну, ну. Кукожицы, кольца, что ли, не хватает. Тоже. Азота тут много. Кольца может и не хватать. Ну, я подкармливала некоторые. Или по листу я уже кольцем проходила. Чуть я уже запуталась. Здесь помидорки ничего растут. Растут. Я только вот по листу, когда обхожу, обрабатываю. Все остальное я не подкармливаю. Там навоза очень много. Ничего не даю им под корень. Только по листу. Растут. Поливаю редко. Но поливаю. Прямо поверху поливаю. Потому что они еще маленькие. Че их тут поливать-то? Там корешочки. Что я хочу сказать про это? Грибы пошли. Смотрите. Ну, во-первых, что я решила? Я решила, что я это уберу. Потому что это мне неудобно. Очень неудобно мне. Я здесь солому положу. Мочки. Кто не знает, что вот это такое? Переживает, что... Что дышать нечем под этим материалом. Моим бедным помидором. Помидором. Объясняю. Это кокосовая мульча. Вот видите? Кокосовая мульча. Она замечательно дышит. Даже солнышко через нее видать. Вот так она дышит. Это раз. Два. Через нее замечательно протекает вода. То есть, смотрите. Как вы понимаете, все мокрое. То есть, замечательно через нее все дышит. Проникает вода. Это абсолютно разлагаемый материал. Это кокосовая мульча. Ну, это как солома в нашем понимании. Спрессованная кокосовая мульча. Вот она. Я ее кидаю. Она перегнивает. Вот вообще нет никаких проблем. Поэтому. Ну, единственное, что... В этом году, раз такое состояние все не очень, я решила сейчас поменять. Что я сделала тут? Вот эти, которые у меня не росли. Ну, жизнь в них теплится. Их отсюда... Отсюда, во-первых, все убрала. Все убрала. И... Здесь немножко соломы выложила. Эти огурцы вообще отсюда убрала. Землю перекопала. И высадила их сюда, ближе, чтобы там сажать что-то новенькое, когда взойдет. Освободить серединную грядку. Обложила все это соломой. То, что там грибы начали расти. Возможно, вот такой вариант им больше понравится. Здесь у меня проклинулись некоторые семена. Наконец-таки что-то там проклинулись. Вообще не хотят, конечно, расти. Сюда посадила из той грядки парочку. Сюда высадила. Возможно, земля не нравится. Там поменялось здесь навоз. Ну, хотя этим тоже в навозе он не понравился. Здесь много навоза. Ну и что? Ну и семена высадила. Посмотрим, как зайдут. Зайдут ли. Потом я их все заложу сеном, если вырастут. Эту грядку вот закладывать только сеном. Сен у нас теперь есть. Здесь постараюсь высадить. Еще, возможно, взойдут. Этушка повыскакивала хорошо. После дождичка в такую жару. О, как все прет. Лучок. Какой молодец ты, лучок. Давай, расти, расти. Я старалась в этом году. Тебе создала максимально комфортные условия. И песочка сюда. И земельку получше, какая была на картошке. Одна земля. С этого участка. Видите, даже мокричка растет. Значит, хорошая почва. Мокричка растет в хорошей почве. У нас деревня все время в грядках мокрича росла. А это очень хороший признак, что лучок будет расти тоже хорошо. Сколько здесь у меня семейок, смотрите. Раз, два, три, четыре. Ну, пять штучек даже вижу. Так что. Навоз я не размешивала. Я положила его сверху. Ну, может быть, чуть-чуть. Граблями только разровняла. Потому что корни-то они, когда сажаешь, еще не глубоко. Поэтому вот сверху. Не перемешивала с грядкой. В принципе, когда поливаю, получается туда, ну, смысл какой был. Корни недалеко. Корни вот здесь вот. Поливаю. И вот как раз все должно доходить. Смысла перемешивать в грядку я не видела. Поэтому вот так вот. Рыхлить. Ну, там вот я прорыхлила всего. Но я не знаю, стоит ли здесь рыхлить. Посмотрите, какая все рыхлая. Посмотрите. Насколько рыхлая земля под дождь шел. Так. Ну, вот лучок создала условия прям самые благоприятные. Поэтому и здесь ничего не надо рыхлить. Там все рыхленько. Почва прям очень рыхлая. Стоит вот посмотреть. Мульчу убрать из навоза. И увидеть, какая рыхлая почва. Хоть и глина. Видите? Сплошная глина. Вот хоть лепи ее. Вот смотрите, какая земля. То есть у нас вот такая вот земля. Вот видите? Чтобы вы понимали. Вот. Это пластилин. То есть земля, она как раз. И потом раз-раз. И она вот как в парнике я показала. А тут лепить можно. Вот можете любую фигурку слепить. Вот такая у нас земля. Это считается еще хорошей у меня. Эта земля. Я взяла с картошки. То есть вот смотрите. Видите? Могу слепить вам овал. Покатать вот. Смотрите. Видите? Как в детском саду. И это вот земля. У меня лук никогда не вырастал хороший здесь. Никогда. В деревне такой лук был у нас. У бабушки. С палец. Большой палец. Перо. Это не лук. Это было нечто. Здесь нет. Никогда не вырастала. Какая-то ерунда всегда. Вот это вот я вот прям любуюсь этим лучком. Кто-то скажет фу. А для меня это прям радость. Так. Что еще? Это я показала. Этот лучок тоже показала. Это красный. Тоже деревенский. Так. Ну что. Давайте арбузики посмотрим. Раз уж я начала. Смотрим. Покажу. Арбузики, которые корневой гниль у меня изогнулись. И половину я что-то срезала. Дыни там какие-то выкинула. Смотрите. Ну вот такие вот у нас арбузики. На данный момент. На 1 июня. Видите? Вот он. Обломался. Было сыро. Я его не поливаю. Никаких поливов. Ничего не слушаю. Что читала. Все забыла. Нефиг. А то и поливаете. Хотя бы раз в неделю. По 2 литра. Ага. Полила. Сгнила все напрочь. Поэтому нет никаких поливов. Пусть растет. Видите? Тут что-то даже начинает расти. Возможно и будет что-то. Отрастет. Здесь. Здесь он еще. Вот он. Обломала. Да, видите? Вот самый первый, который у меня, по-моему, обломался. Но пошел другой. Пошел другой. Будет расти. Пусть растет. Тут. Это дождь намочил. Это не я. Видите? Это не я. Хорошо. Тут пленка. Которая препятствует, в общем-то, прониканию. Дождя. Так. Что тут? Вот тут не обламывался. Не обламывался. Растет. И тут даже вот цветочек намечается. Не знаю, распустится или нет. Вот это самый длинный, наверное, который остался. Тут вот тоже, не знаю, будет цветочек, не будет. Тоже что-то намечается. Но он остался. Нет, он не отгнил. Самый-самый длинный вот. Вот здесь вот все сгнило. Все отгнило. Вот все. Можно прощаться. Это был арбуз. Понятно. Пока вот так оставлю местечко. Возможно, сюда что-то посажу, если взойдет там что-нибудь. Ну что, смотрим. Ну, цветочки, возможно, будут. Но, по крайней мере, нигде не отгнил. Здесь я прикопала, чтобы корни новые шли. Там вообще даже заворачивала. Здесь вот было пятно. Я его медом купорос гашеной известью помазала. Хорошо, что у меня здесь там пленка. А здесь, потому что вода проникает через дырки. И вон, видите, вода. А они вроде бы как... Ой, ой. Ой, вестик сломался. Ну, ничего. Этот тоже был отломан. Причем вот здесь вот. Но я не выбросила, и пошло новое. Я золой подсыпала. Когда вот обнаружила, что корневая зелья, насыпала золой через день. Потом прикопала выше, чтобы корни новые образовывались. И вот пошел. Вот пошел, и вот пошел. Молодец. Давайте, оживайте. Все хотят жить, и они тоже хотят. Мне надо только дать им шанс не выкидывать сразу. То выкидывайте, выкидывайте. Нет. Что тут? Тут тоже обмазывала я корневой этой штукой. Да. Сейчас посмотрим, есть тут влага. В почве влага. Какая-никакая есть. Не буду я поливать. Я боюсь поливать. Не буду. Пусть берут из почвы. Потому что... Лучше пусть в сухости стоят. Ну, лакомка медовая, давай. Ты же меня так хорошо первый год радовала. Растет. Вот. Там тоже лакомка медовая. Три штуки сидят. Я не стала ни одну выбрасывать. Думаю, если какая-то сгниет, вырву. Ну, вроде урастутся. Так, что тут? Это алтайская бедная несчастная, которая так мне радовала. Но потом начала гнить. Очень здорово. Я то же самое сделала. Прикопала. Пошли. Пошли. Тут что-то пошло. Не знаю. Вот тут хорошо пошло. Вот тут. Даже. Прям неплохо. Сейчас я побрызгаю медовой ладочкой. Что касается здесь. Ну, что тут? Ну, тхилый, конечно. Не знаю, будет от него толку. Не будет. Сколько у меня взошло. А, вот вторая. Так, вторая. Пусть еще проклюнется. Потом я их пересажу. Ну, вот такое состояние на сегодняшний момент. Пока боремся за жизнь. Поборемся еще. Сдаваться не в наших правилах. Я вообще не люблю сдаваться. Даже если ты проиграешь, ты должен играть до конца. Так, все. Здесь я все закончила. Все подготовила. О! А, все, замочила. Покажу. Опилки в горячей воде промывала. Они высохли. Потом я пользуюсь ими. Вот они сухие. А потом, если мне надо, я вот мочу себе еще. Это еще раз я замочила в теплой воде. Почему в теплой? В теплой. Почему в теплой? В теплой быстрее всходят. В том году я сажала так, частями. Два огурчика, еще два огурчика. И вот так в неделю разница. Мне очень понравилось. На молодых огурчиках лучше растут даже, чем на старых. Поэтому нет смысла все сразу высаживать, частями. Укореняла я потом верхушки тоже, чтобы новые корни давали. И пошло от этого как бы новая часть. Ну, то есть мне все понравилось. В том году мы с огурцами проблем не было. Когда начало наконец-таки что-то расти, все было нормально. Сейчас стоит влажная, жаркая погода. Тепло, влажно, растениям. Я думаю, что все должно нравиться. Все должно расти. Что тут у нас с ягодками? Муж мне тут целый день что-то косил. Косил, косил. Малиной занимался. У нас было столько много малины, а она погибла. Один год был. Очень засушливый. Жара. И погибла вся малина. Высохла. Прям полностью высохла. Осталось совсем чуть-чуть. То есть это вот вообще практически ничего не осталось. А все было в малине. Ну, сейчас потихонечку опять все. Пытается муж. О, шмели. Как мне его поймать, а? Шмелик. А, шмелик, мне туда тебе надо дыни с арбузами. Я вас приманиваю. Приманиваю, а вы не чувствуете запаха. Хосты любят около воды расти. Вот я их высадила вот сюда. Потом я уберу сырники. И будет красиво. А здесь вот хрен попал с хосты. И они так же и растут. Отвоевывают друг у друга. Хоста с хреном. Гибрид такой. Вот. Надо убирать. Некрасиво, когда что-то торчит. Красиво. Здесь мы обычно замачиваем навоз. Ну, делаем такое. Слушайте, какая дырка здесь. Прям дырень. Ничего себе. Скорее всего, это медведки. Они тут живут, около берега. Хорошему это все надо. Лежевику старую все убирать. Она такая колючая. Здесь у меня я решила... Обычно мы здесь сажали тыквы. А тут я решила сделать такую эту... Ну, сюда траву сносить. Потом, думаю, не жирно ли для травы целую такую грядку. Вот я сюда снесла мульчу кокосовую. Решила, что здесь я еще посажу эти... Тыквы. Вот на эту часть сведеновозику. Потом сверху накидаю сено. И посажу. Потому что они очень хорошо здесь у меня стелятся. Никому не мешают. Высажу сюда две тыквы. Пусть растут. Здесь тыквы. Тут я пропалывала. Купальщицы там развлекаются. Здесь взбодрила чесночок. Но чеснок мощный. Посмотрите. Посмотрите, какой размер. Прямо еще мощный. Укропчик здесь растет у меня. Сегодня очень было жарко. На улице 28 мне показывал термометр. А в парнике больше тридцатки. Больше тридцатки. Больше тридцатки. Морж. Укропчик. Укропчик. Так. Укропчик. Укропчик. Я сегодня проворонила, днем пришла глядь, а листья все вялые, воды видно им не хватало, прям караул. Думаю, ну вот бы что-то там поливала, когда вот так поливала огурцы с луком, им что-то доставалось, но нет, им оказалось мало. Прям у всех причем, у всех до одного, листочки вот эти вот все, поникли. Ну я даваю их поливать, конечно же. Что же это? Что касается огурчиков, я не знаю, но огурчики, смотрите, смотрите, ну тут вот я не знаю, совсем уж какой-то он дохленький, а вот эти вот, я думаю, что и ничего. Я их полью вечером, дождь устроим. Эти выросли за день, прям на глазах тоже, прям поперли. Я их полила немножечко, все-таки надо поливать, и они пошли расти. Ну такие хиловатенькие, но ничего, вырастут еще. Нам торопиться некуда, у меня там он уже. Так, дай бог и огурчики пойдут, надеюсь. Тут тоже, смотрите. Смотрите. Добавила вот эту вот траву свою, и мне кажется, это понравилось. Так. Ну вот этот вот не пойму, что с этим случилось. Не знаю. Родничок у меня так. Ну подожду. А вот эта сегодня пересадила, и у меня прямо вообще на глазах. Только пересадила, и сразу же, как будто только и ждал. Из этой грядки сюда посадила. Ладно, посмотрим, что завтра будет с ним. Ну все, на сегодня. На сегодня все. Особое делать сегодня уже ничего не буду. Отдых хватит. Толгарская красавица. Вроде бы оживала, оживает так немножечко. Вот это хуже, вот это получше. Может и оклемается. Так, хотела бы я вот сюда что-то посадить. Не знаю. Просто чтобы было.